всем привет вы слушаете радиостанцию новости с луны и это рубрика слухи из города где мы обсуждаем теории и догадки да мы знаем что вчера вышла новая глава левиафана но делать еще один разбор сюжета желания нет лучше уж подождать когда он выйдет полностью а сегодня мы продолжим сравнение грешников с их прототипами из произведений если вам интересен конкретный персонаж видео поделено на секции а в описании есть тайм-коды приятного просмотра а мы начинаем скажу сразу что говорить я буду на основе того что сам прочитал как в книге так и на просторах интернета а начнем мы пожалуй с персонажа чей постер показали самым первым грегор замза из превращения франца кафки в оригинальном произведении грегор был работягой и альтруистом ответственным и покорным человеком он имел достоинства замза полностью отдался семье именно за его счет они жили ведь никто помимо него не работал в семье среди всех членов семьи с особым трепетом и нежностью он ставился до сестры и хотел дать ей денег чтобы то отправилась на учебу на работе к нему относились несправедливо но в то же время поручали самые ответственные задания и из-за этого он не имел права отдыхнуть когда остальные могли бить баклуши грегор на работе чувствовал себя загнобленным и вдруг когда замза прилег поспать то проснулся он уже отвратительным насекомым примерно такой образ мы имеем в новелле кафки на сайте limbus company написано что с ним легко справиться с точки зрения личности однако резкие всплески эмоций и смена обстановки могут привести к частичному или полному превращению грегора в насекомые нам говорят притворяться дабы скрыть свое отвращение что же могло быть и лучше я считаю что притворство вполне хорошо вписывается ведь родственники и коллеги не могли скрыть ужас на своих лицах когда их кормили с превратился в таракана так что нам говорят чтобы мы не задевали его тем же чем и они но я не могу сказать что само превращение достоверно перенесено ведь вся одни справедливость в жизни грегора замзы происходило не один год не было раскрыто то что он работяга заботится о близких и так далее надеюсь в самой игре этот факт как-то обыграют пожалуй самый близкий персонаж для русского человека радион раскольников оригинально из произведения достоевского преступление и наказание в книге он был гордым независимым образованным и достаточно умным его унизительное материальное положение влияет на его настроение он ходит угрюмым ни с кем не желает общаться а принятие помощи от близких людей и родных считает за позор ради он вынашивает идею которая заключается в том что все люди поделяются на неважных людей в истории и людей истории наподобие наполеона он готовит преступление убивает старуху-проценщицу и ее сестру но заставить себя ограбить их квартиру для своих нужд не сумел после этого он раскалывается от мыслей например убийство это в порядке вещей но почему почему меня это донимает для него убийство не было важным но он понимал что совершил в общем вот что мы имеем в оригинале на сайте же сказано что родя азартный игрок материалистка она любит деньги и ставки склонна уклоняться от приказов настроение портится с нерегулярными интервалами и когда это случается лучше просто дождаться конца этой фазы если принять что нерегулярные интервалы это когда она убивает или теряет деньги то это очень даже похоже на то что написано в книге уклонение от приказов возможно указывает на ощущение собственной исключительности роди в остальном она не похожа на замкнутого и гордовитого человека склонного к самокопанию а еще ни с того ни с сего ей приплели любовь к азартным играм которое не было в оригинальном раскольникове переходим к цыгану хитклифф стоп не тот кадр за книгой эмили бронте грозовой перевал его можно охарактеризовать как страстного темного задумчивого мстительного в значительной степени его определяет непростая любовь кэтрин приемной сестре инцест дело семейное но кэтрин вышла замуж за соперника хитклиффа эдгара линтона это было предательство для их романа цыган сбегает на три года возвращается и начинает мстить всем кто мешал его отношениям с кэтрин с этого момента хитклифф становится отрицательным персонажем коварным злым и безжалостным он овладевает грозовым перевалом и пытается прибрать к своим рукам мызу скворцов с помощью остальных в книге также проскальзывает тема сверхъестественного что в совокупности со скрытым детством хитклиффа наводит над теории о том что он может быть демоном или злым духом сайт limbus company нам говорит что парень дерзкий любит действовать в лоб даже не обдумав план и самое главное не умеет контролировать свой гнев что же я считаю что муны попали в яблочко только с гневом дерзкий возможно они хотели сыграть на том что девушкам нравятся плохие парни или же прямо линейность действий хитклиффа он наоборот обманом заставил сестру эдгара жениться на нем и другими уловками пытался получить контроль над мызой в целом не могу сказать что образ цыгана сбитой похож на оригинал коварного и мстивого приемного родственника а еще слово цыган не намерено никого оскорбить просто еще один способ упомянуть персонажа ну и как в прошлом выпуске сравнений закончим персонажем азиатских произведений на этот раз это будет главный герой крыльев ли сана который стал прототипом и сана за книгой я могу описать персонажа как закрытого в себе задумчивого и в какой-то мере он пофигист он говорит что не понимает значение денег но его жена зарабатывает их тем что принимает каких-то людей а сам спит днями и ночами и размышляет вдруг этот лежебок решает выйти на улицу бесцельно бродя в один день жена просит мужа прийти домой после полуночи но попав под дождь и заболев главный герой возвращается раньше и застает свою жену с незнакомцем которые делают что-то омерзительное буквально действие не уточняется после лечения снотворным которое ему давала жена он решает прогуляться по улице и оказывается на крыше где его настигают разные мысли и зная такой образ немного иронично что он ученый исследователь крыла и обладает выделяющимся интеллектом как написано на сайте вместе с этим пишется что он может подолгу размышлять не проранив ни слова и нам советуют просто подождать сравнивая с оригиналом совпало раздумья очень даже хорошо подходит этому персонажу ведь в крыльях главный герой долго размышлял а его жена с этим ничего не делала вполне точно сделано я бы сказал но вот его должности как мы видим не всегда project moon решает сделать идентичный или близкий к первоисточнику образ и для тех кто думает что если грешник не схож на оригинал из книги то это обязательно плохо нет это не так изначально это сравнение было задумано как развлекательная серия видео чтобы вы были более знакомы с персонажами на которых основаны герои следующей игры мунов не стоит ругать их за то что коварный хит клифф стал полуумным деваширом как и хвалить за то что образ похож ну а на этом видео подходит к концу всем спасибо за просмотр ставьте лайки делитесь друзьями и всем удачного дня или спокойной ночи мы встретимся вновь как звезды настроение портится с нерегуряль новая 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 новая